Как вы считаете, на что руководство страны просадит бюджет в 2017 году? На свои нужды. Я согласна. А вот какие у них нужды? Назовите какой-нибудь пример. Яхты, украшения для жен, шубы, поездки на Боробора. На пенсионеров. Правда, так считаете? Да, я так думаю. А что до этого они не тратили? А до этого на Украине война была, поэтому они Украине помогали. На праздники? Не знаю. На внешнюю политику? Ничего не считаю. На что им нужно, на то и просадят. Пример какой-нибудь можете привести? Трудно сказать, что им в голову придет. Я думаю, что вариантов очень много. И друзей у Владимира Владимировича тоже. Так что там по любому по списку из Форбс. Ну, я не знаю. У нас хватает Крыма, у нас хватает моста в Крым. На такие вопросы я не отвечаю. Почему? Бюджет он не просаживает, он вкладывает верно и точно. Я надеюсь на реставрацию города Выборга. Мне очень понравился этот город. А почему они раньше этого не делали? Ну, почему не делали, но, наверное, какими-то медленными темпами. Либо слишком жадное местное руководство у них в Выборге, квартире, деньги там, вот и все. Мы как-то об этом не думали. Мы очень сильно глубоко не задумывались. Ну, варианты какие-нибудь, вот, в их духе. Куда-нибудь просадим. Все, что угодно. Вы считаете, на что руководство нашей страны просадит бюджет в 2017-м? Провокационный вопрос, молодой человек. Я так думаю, что не просадит, что-то еще останется. Ну, а что у них в приоритете-то обычно? Приоритете по расходам? Ну, там... Если вспомнить прошлые года... Ребят, давайте тогда я не буду участвовать. Себя, наверное, на что еще? Что вот у них в приоритете, по-вашему? Да, приоритет у них, по-моему, свое. По-моему, у ворот, да. Своё благосостояние, больше ничего. Своё благосостояние? Да, больше ничего. А на что должны они потратить? На стариков, на образование, на медицину. На что обычно тратит государство деньги? На тех, кто не может сам себя содержать. На всё. И на праздники, и на внешнюю политику, и на внутреннюю. На розе. Не будут они делать это по-вашему, да? Ну, на реставрацию. Нет, на реставрацию, конечно, не в первую очередь. Ну, во-первых, на, наверное, какое-то социальное обслуживание людей. Медицинское обслуживание должно быть полностью бесплатным, я считаю. То есть врачам должны больше денег выделять. И защита малобеспеченных. Вот люди, которые стоят сейчас, да, мерзнут. Не знаю, какие-то приюты, извиняюсь, для людей без определенного места жительства. Вот на это надо тоже тратить. Ну, как бы так вообще всё хорошо. Мне нравится. Да, но нужно потратить ещё это. И вот, ну, как бы помочь тем, кто нуждается в этом. Ну, у нас по-моему... На дороге. На дороге, да? Конечно. Приоритеты должны. На дороге никакие. Согласен. Могут что-нибудь придумать. Ещё в какую-нибудь войну ввязаться осередную. Должны. Ну, у нас масса проблем с экономикой. И надо заниматься экономикой внутри страны прежде всего. А не лезть в различные авантюры для личного обогащения. Узкого круга лиц. Скажите, вы хотели бы вернуться в 2013 год без санкций Крыма и с долларом по 30 рубля? Нет такого сослагательного настроения. Вам сейчас больше нравится, чем тогда? Мне нравится настоящий момент. Нет. Почему? История не имеется слагательного наклонения. Вам сейчас нравится по сравнению с тем, как было? Не знаю. Мне сейчас не хуже, чем тогда. Ну, с долларом-то вряд ли вернуться удастся. Ну, в общем-то, авантюра с Крымом, которая была, я, конечно, был в шоке. А когда узнал, я был просто в шоке. Потому что понятно, что теперь это на многие годы мы с Украиной стали врагами. Ну, совсем врагами. Раньше у нас были отношения сложные, разные, да. Но теперь понятно, что мы враг номер один, во-первых. Во-вторых, теперь это чемодан без ручки, который невозможно развивать. Потому что первый же, кто туда приходит, получает санкции. И ни одна крупная компания туда вкладываться не будет. Поэтому все заводят дочки, работают через дочек. Вот. И, конечно, Крым можно возродить, просто вливая туда деньги. Там, вот, как бы в Чечню вливаются деньги, да, неограниченно. Но это за счет остальной части России. А так вот, это чемодан без ручки, который невозможно использовать. И невозможно от него отказаться. Потому что сейчас, как бы, вернуть его тоже практически невозможно. То есть вы не поддерживаете вот эти путинские выкрутасы? Я не поддерживаю эти путинские выкрутасы. И вообще, я думаю, что вот, ну, это было спонтанное решение, основанное на, ну, личных амбициях объединителей земель русских. Вот так вот. Нет, не хотели бы. Не, не, мне 2016 год вообще не понравился. Я не хочу туда возвращаться. 13-й, 2013. 2013-й? Да нет, наверное. Нет, не хочу. Не хочу. Почему? Сейчас лучше? Сейчас гораздо лучше, если честно. Ну, мы вообще, как бы, пережили не очень хорошее времена в 2013 году. Вот, и поэтому не хотим туда возвращаться вообще, в принципе. Как цены вдвое почти выросли. Выросли. А то, что Крым присоединился, я как бы, я за, правда, я за. Ну, потому что, ну, как бы... Почему вы за? Ну, я вообще украинка. И, как бы, ну, я голосую за то, чтобы Крым присоединился. Мне эта идея очень нравится, потому что в Украине было гораздо хуже. Ну, цены, конечно, выросли. Не знаю, правда, из-за чего, но, возможно, это просто местные жители что-то там все надумали. Не знаю, не могу сказать. Ну, конечно, мне не нравится, что там цены стали гораздо выше. Когда была Украина, были, конечно, цены получше. Мне нравилось там отдыхать. Очень часто мы отдыхали. Кстати, отдых был бюджетный. Мы были студентами, могли себе позволить там раз-два раза в год съездить. Там вот на зимние каникулы, на летние каникулы. Но сейчас мы, конечно, не ездим там. То есть, вот я правильно понял, вы теперь не можете себе позволить, но теперь лучше? Как бы, теперь мы дали... Можем, ну, просто мы ближе теперь к Сочи, ездим теперь в Сочи. Ну, да, мы просто ближе к Сочи там, ну, нам нравится больше в Сочи. Когда мост построят, поедем обязательно в Крым. Вы хотели бы вернуться назад в 2013 год без Крыма с санкцией и с долларом 33 рубля? Интересный вопрос. Я не готова что-то комментировать. Сейчас хуже, чем вот было в 2013 или лучше? Ну, хуже. Но возвращаться вы не хотите? А что, есть варианты? Если доллар по 30, то можно возвратиться. А Крым что, есть, Крым нет. Хорошо, конечно, что у нас он есть. А зачем он нам? Пусть будет. Да, от него же проблемы одни, но не было бы его, ничего бы не было. Уже есть, все уже, вот факт свершился, уже есть, теперь-то что говорить? Я бы оставила доллар 33 рубля, все остальное, в принципе, на меня лично никак не влияет. То есть Крым бы все-таки шов наш был, да? Я была в Крыму, когда он был частью Украины, поэтому особо не заметили разницы, если честно. Так, может, тогда и нафиг он не нужен, если не тратится? Может быть. А лучше бы в 90-е двухтысячный. А что там было хорошего? Чурок не было. Ну как же, были. Были, но не так, как сейчас. Не было пидорасов, чурок. А Путина тоже не было. Да и Путина не было, как вариант, кстати говоря. Тоже как вариант. То есть вы не разделяете его вот эти приколы, да, за последние 4 года? Нет, конечно. Какой там смысл? Какой ли он внешнюю политику травит? Да, на внутреннюю политику он вообще внимания не обращает. То, что, блядь, вот эти вот ёбаные, блядь, налоги, это вот эти, ну, это, то, что Новый год пошло, ему сдавать, я пьяный. А я такой трезвый. Да ну, все эти наведения, какие-то непонятные санкции и прочее, потому что Крым-то это вообще непонятное дело. То, что, да, ой, взяли Крым, всё, теперь счастье полные штаны. Только обычным-то людям от этого что? Ничего. Проблема приваялась с обычным людям. То же самое, как... Да, у нас, в принципе, цены растут, зарплаты остаются, рабочих мест не хватает, потому что, как говорится, об реке понаехали. Ну, и смысла в этом никакого. Конечно, хотела бы, конечно, хорошее было бы. Я вообще хотела бы вернуться в СССР, вы не поверите. В Советский Союз, в 90-е. То есть вы всё-таки не согласны с вот этими выкрутасами Путина, да? Ну, в смысле, как не согласны? Я не считаю, что Путин делает выкрутасы. Ну, вот Крым, санкции, доллар 60. Нет, это не Путин. А кто? Помимо него ещё хватает всякого. Фамилию можете назвать? Нет. Александр Григорьевич Лукашенко. Провалы есть взлёты у страны, поэтому говорить, что он 16-й был бы прав. Расскажите парочку взлётов. Взлётов вообще нашей страны? Да. Вот за последние лет 10. То, что армия перевооружилась. С нами начали считаться, так скажем. Кто? Весь мир. Ну, как он с нами считается? Он поднимается постепенно. У нас два самолёта упало с этого Кузнецова. Ну и что дальше? Он 80-го года выпуска. Вы всё сравниваете с Америкой, так же падают. Не, мы с Америкой не сравниваем. Вот как в Америке. Ну, доигрались. Я считаю, что это неуместное сравнение. У Америки первая экономика, у нас 46-я. И дальше? За счёт чего Америка стала богатой? Давайте про Россию лучше. А давайте про Америку. Зачем? Ну, мы здесь живём. Деньги какие сделала? Америка всегда была настроена на зарабатывание денег. Она духовно никогда не жила. Нет, вот нам интересно именно про то, что у нас хорошо. А что в Америке это их дела? Мне всё нравится. Даже если плохо, нравится. Всё равно лучше, чем в Америке. Там люди живут совсем другой жизнью. Там общество, так скажем, закончено. Им некуда стремиться. Они толстеют, жиреют. И всё. Это их предел, понимаете? Стоят возле кормушки, кушают им, дают, подбрасывают еды. Только ни о чём не говорите. Мы хоть немножко ещё мыслим, о чём-то рассуждаем.